За прошедшие сутки ВФУ шесть раз нарушили режим прекращения огня. В ДНР вступил в силу закон о государственной границе республики. Никанорова обвинила Зеленского в попытках переиначить Минские соглашения. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 16 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики ВСКК. Под огнем украинских силовиков оказались район Волевоцентра и терминал Донецкого аэропорта на севере столицы, а также село Новолазпа на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Закон о государственной границе ДНР вступил в силу. Документ опубликован на официальном сайте Народного совета ДНР. Согласно закону, государственная граница республики определена по линии административных границ Донецкой области по состоянию на начало 2014 года. В тексте документа отмечено, что до окончательного урегулирования конфликта между ДНР и Украиной защита госграницы осуществляется вдоль линии, определенной в соответствии с нормативным правовым актом главы ДНР, с учетом временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина на день вступления в силу настоящего закона. Как ранее заявлял председатель Народного совета ДНР Владимир Бедевка, текст нормативного правового акта не противоречит Минским соглашениям по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права по своему усмотрению проводить ревизию Минских соглашений, подписанных в процессе мирного урегулирования конфликта в Донбассе и утвержденных на международном уровне. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Неконорова. Заявление украинского президента, который все никак не может смириться с истинным смыслом комплекса мер, в сущности представляет собой не что иное, как очередную попытку придать ревизии Минские соглашения и переиначить их выгодным для властей Украины образом. По словам министра, дополнительные, не соответствующие подписанным договоренностям требования, которые выдвигает Киев, не имеют отношения к действительности, так как ни представители республик, ни посредники Минского процесса, ни его гаранты не допустят пересмотра комплекса мер, одобренного Советом Безопасности ООН и имеющего статус международно-правового акта, обязательного к исполнению. Еще раз обращаем внимание украинских властей на то, что никаких прав выдвигать свои условия у них нет. Абсолютно все шаги, касающиеся судьбы Донбасса, должны соответствовать Минским соглашениям и быть согласованными с республиками. Если руководству Украины хочется ускорить проведение выборов, что вообще-то является финальным из всех политических вопросов, то лучше прекратить разбрасываться громкими и совершенно голословными высказываниями и приступить к конструктивной деятельности, выполнению своих обязательств по комплексу мер. Субтитры создавал DimaTorzok